Здравствуйте! В эфире новости Курган.ру в студии Лилия Тельняк. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях в Зауралье. 15 августа около 12 часов дня на перекрестке улиц Гоголя и Пролетарская в Кургане произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. По данным отдела пропаганды ГИБДД региона, водитель красного Митсубиси Кольт двигался с превышением скорости по улице Гоголя. Подъезжая к светофору, он не справился с управлением и задел сразу четыре автомобиля. В результате на дороге образовалась большая пробка. В ДТП никто не пострадал, обстоятельства аварии выясняются. Мы остановились на мигающей зеленой, слышал хлопок, потом смотрю, машина красная летит. Все, в Приору прилетает, потом в меня, Приора в меня отскакивает. Ремонт дорог и восстановление нарушенного благоустройства. Эти вопросы стали главной темой оперативного совещания главы Кургана с руководителями дорожных служб и сетевых организаций. В Курганской области насчитывается 358 раскопок. Из них 133 просрочено. Ситуация, которая складывается у нас на данный момент, не устраивает ни меня, ни жителей нашего города. По словам специалистов, наибольшее количество невосстановленных объектов у Курганской генерирующей компании. 125 во дворах и 30 на проезжей части. За водным союзом числится 71 дворовая раскопка и 40 на проезжей части. Получилось вот это замедление из-за погоды. Там мы делали больше внимания. Ну и кроме этого, есть еще факты, которые нам мешают проводить раскопки, потому что работы-то, собственно, еще ведутся. Еще один проблемный участок – это шоссе имени Тюнина. Подрядчик Сверловск-Автодор выполнил лишь 10% работ. Но на совещание главе города руководитель организации не приехал. Отвечать за задержку пришлось субподрядчику, директору специализированного дорожного предприятия города Тюмени Олегу Ткачеву. На сегодняшний день есть поприства, есть материалы. То есть с завтрашнего дня уже в полном ходе. Павел Кожевников потребовал незамедлительно возобновить работы преимущественно в ночное время и с перерывом на час пик, так как магистраль является одной из самых оживленных в Кургане. По словам подрядчиков, некоторые восстановленные дороги горожане увидят уже ко дню города. Это улицы Божова, Глинки, Машиностроителей, Крупской, Урожайная, Дзержинского, Селовата-Юлаева и Панфилова. Павел Кожевников отметил, что контроль за сроками восстановления раскопок будет жестким, а все работы подрядной организации обязаны завершить срок. Анна Гаврилова, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру. В главном управлении образования состоялась необычная встреча. Ее участниками стали взрослые дети, вернувшиеся с отдыха из Крыма. На встрече присутствовала и Светлана Епифанова. В середине июля 275 зауральских школьников отправились на поезде на полуостров Крым. Путевок удостоились те, кто побеждал в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Немалая часть досталась ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим направление в оздоровительной организации по медицинским показаниям. С помощью работы наших специалистов были оформлены вовремя соглашения, закуплены билеты, путевки. Вы отдохнули, получили впечатление. Все это было сделано на средства Российской Федерации. Нарушений у нас никаких не было. Дети все организованно уехали, отдохнули в своих лагерях и приехали, успешно возвратились в Курган. Высокую степень организации поездки отметили и родители. Нам выдавали памятки, когда, где они будут, где их встречать, где их забирать, с кем они едут. Наша Татьяна Бегларовна нам запомнилась на всю жизнь. Сопровождающий наш, который играл с детьми, мне кажется, с минуты, когда только они зашли. И, наверное, даже с вокзала уже начала с ними общаться. Ребята отдыхали в двух лагерях – «Артек» и «Крымпотребсоюз». Они говорят, что мечта попасть в «Артек» не только их. Многие родители в свое время стремились стать частью артековской дружины. Там было очень хорошо, различные экскурсии, не было свободной минуты, мне кажется, даже так. Будь каждая минута была занята у нас. Начиная с питания, питание было очень хорошим. Курганские дети запомнили своей организованностью, стремлением участвовать во всех мероприятиях, своей сплоченностью и воспитанием. Администрации лагерей даже направили благодарности в адрес главы региона и начальника управления образования. В Крыму у зауральских школьников появилось много новых друзей. Ребята общительные, с ними находили очень много общих тем, на какие можно было поговорить спокойно. Был один мальчик из Феодосии, также из Украины. Был зажигалочка, просто постоянно радовал всех, как-то веселил, старался разбавить атмосферу. Все, конечно, обращали на него внимание. Многие из приехавших запомнят это лето на всю жизнь. Для некоторых поездка станет стимулом добиваться новых побед в учебе, спорте, культуре, чтобы вновь оказаться на берегу Черного моря Крыма. От лица всех 75 человек, которые, ну, Курганской области, которые съездили вместе с Наем в Артек, хочется сказать большое спасибо и подарить вот этот вот замечательный кораблик, привезенный с Артека. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационный агент по Курганру. В продолжение темы каникул. Летняя оздоровительная кампания подходит к концу. Всего за сезон в лагерях Курганской области в этом году отдохнули более 44 тысяч зауральских детей. На четвертой смене в лагере Островского побывали представители правительства региона, депутаты областной думы и наша съемочная группа. В летней оздоровительной кампании было задействовано 463 лагеря санаторного, загородного, палаточного и дневного пребывания. Представители правительства региона и депутаты не раз посещали оздоровительные учреждения, знакомились с условиями отдыха и быта детей. На днях они побывали в лагере Островского. Сейчас летний период заканчивается. Было запланировано расходовать более 200 миллионов рублей. Мы смотрим, как они расходуются, как проводятся ремонты текущие, как сегодня отдыхают наши дети, как их кормят, где они живут. Сами ребята отмечают, что несмотря на переменчивую погоду этого лета, их отдыху ничего не мешает. Я в Островском второй раз и как бы уже второй год мне нравится здесь очень сильно. Божатые, хорошие дети, отличные. И в Островском мне понравилось больше всего. Ну, ты, во-первых, отдохнуть, можно сказать, от родителей, когда они все равно наедают, бывают. Идут все равно свои, как сказать, лагери, своя атмосфера. И вообще друзья новые, новое увлечение, все новое. Пробуйся во всех рамках. Прибывшая комиссия также приняла участие в торжественном открытии 4-го областного конкурса профессионального мастерства работников учреждения отдыха детей. Творить чудеса вместе просто. Так звучит его название. Представители лагерей сразились за звание лучших в пяти номинациях. Воспитатель, вожатый, помощник вожатого, организатор досуговой и физкультурно-спортивной деятельности. Мастерство вожатого, мастерство работника и воспитателя, работника педагогического отряда, это одно из условий хорошего отдыха. Мало ребятишек накормить вкусно, мало им создать хорошие бытовые условия. Главное же, детям было интересно, чтобы дети получали важные новые знания, хорошее дружеское общение. Конкурс проводится с 2011 года. Уникальность данного проекта в том, что испытания проводятся в действующем лагере с отдыхающими детьми на обычной смене. В этом году в нем приняли участие 11 издоровительных лагерей. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Александр Немков, информационное агентство «Курганру». Юные зауральцы готовятся к получению новых знаний. В Кургане депутаты областной думы вручили детям из малообеспеченных семей наборы школьных принадлежностей. Акция «Творим добро вместе» проводится уже в пятый раз. В школьный набор входят ручки, тетради, альбомы, картон, линейки, карандаши. И главный предмет, без которого учеба теряет смысл – дневник. В текущем году такие подарки получили не только малообеспеченные семьи Курганской области, но и вынужденные переселенцы из Украины. Аня Косымова недавно приехала из Славянска с мамой, папой и братом. Осенью девочка пойдет в седьмой класс. Мы пойдем в седьмую школу. Мне эта школа очень нравится. Там красивый ремонт, стадион большой. У нас, если честно, славянские уроки вообще как не шли. Вот идут уроки, потом говорят, все, стреляют, уходим. Мы идем по домам, не смотрим ни в окна, ни что, просто сидим дома, ничего как, не сильно не учились, ни физкультуры, ничего не были. А тут нас приняли вот как за родных, и Курган им тут очень нравится. В рамках акции подарки получат 132 ребенка из 50 семей. Из них 25 – многодетные семьи. Депутаты областной думы рассказывают, они всегда на связи с нуждающимися и регулярно помогают малоимущим. Мы их знаем, они нас знают. Как приближается период школьных, сентябрьских дел, мы обзваниваем, и как у вас дела, как ребенок кончил, и как смотрим, и надо помогать, спрашиваем. И хотелось бы, чтобы оно каким-то образом осталось в сердцах и душах наших детишек, чтобы они тоже дальше несли доброе, хорошее в жизнь, и понимали, что много вокруг есть людей, которые хотят помочь и желают помочь, ну и желают доброго. Елена Валиева, Александр Киселев, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру. 15 августа отмечается День археолога. В отличие от других профессиональных праздников, он не является официальным. По одной из легенд, 70 лет назад на раскопках в Новгороде группа просто решила отдохнуть от работы. Поводом послужил придуманный день рождения коня Александра Македонского Буцефала. Повод вскоре забылся, а вот праздник остался. Археологи занимаются поисками материальных свидетельств прошлого. Однако не все так просто, как кажется. Эта профессия требует физической выносливости, способности трудиться практически в экстремальных условиях, а также стрессоустойчивости. Зачастую во время раскопок приходится проводить несколько недель в незнакомой местности и работать, несмотря на погодные условия. Мы работаем, у нас нет такого, что из-за дождя могут только... Некоторые работы могут не вестись. Немногие дети мечтают стать археологами. Понять всю прелесть этой профессии невозможно, пока сам не попробуешь. Не стал исключением и сам заведующий археологической лабораторией. Археологом я, в принципе, не мечтал стать. Понравилось, когда мы выехали на археологическую практику, будучи студентом первого курса. Обязательная практика на историческом факультете есть. И выезжая на нее, студент знакомится с бытом и доработкой археологов. И мне это запало. Группа археологов может работать неделями и даже месяцами. При этом не всегда раскопки заканчиваются успехом. Но для настоящего археолога любые находки – источник вдохновения и сильных эмоций. Каменные песты всевозможные каменные, всевозможные олеячки. То есть, что мы уже металл, плавили металл в чем уже. И элементы из бронзы. То есть, когда бронзу делали какие-то, оставались какие-то остатки, все это будет анализировано нашими работниками, студентами и учеными-смежниками. В настоящее время в Курганской области известно около тысячи археологических памятников. Но работы постоянно продолжаются. Сегодня жители областного центра могут увидеть около своего дома настоящие археологические раскопки. В данный момент происходит исследование культурного слоя города Кургана, 19 век. Николь Панкратова, Никита Мухин, информационное агентство Курганру. Курганцы покоряют Голливуд. Кристина Черемных на днях вернулась серебряной медалью Чемпионата мира по изобразительному искусству. Подробнее расскажем в рубрике «Время успеха». Сейчас Кристина уже дома вместе с семьей пьет чай и делится впечатлениями. А еще пару дней назад ее танцевальному номеру аплодировал Голливуд. Девушка стала серебряной призеркой Чемпионата мира по изобразительному искусству в США. Но танцевальная карьера Кристины Черемных началась здесь, в Кургане. Мне было 4 года, когда мы первый раз с мамой видели бальные танцы. Проходил турнир здесь, в Кургане. Нам очень понравилось. Мы вдвоем пришли и вдвоем решили, что мне нужно идти заниматься танцами. В танцевальную группу брали только с 5 лет, поэтому пришлось немного преувеличить возраст. Маленькой Кристине очень хотелось научиться танцевать легко и грациозно. Одним из первых педагогов стала Татьяна Брыкова. Кристина пришла маленькая, хорошенькая, точененькая, с хорошей претензией на дальнейший результат. Очень способный ребенок. Хочется пожелать ей дальнейшего успеха. Девочка очень перспективная. Очень рада, что она прославляет наш маленький Курган так далеко за пределами нашей Родины. Между тем, судьба могла сложиться иначе. Малышку Кристину записали сразу в несколько кружков. Девочка неплохо рисовала и была одарена артистически. Я помню, в это время Кристину записали в несколько таких вот культурных заведений. В танцы, в школу искусств, в театральную. Она везде успевала. В это время ей было 4 года. Ей надо было везде и всегда, чтобы быть первым. Упорный характер – это, пожалуй, и есть секрет успеха Кристины. Достичь триумфа в Америке оказалось гораздо сложнее, чем в России. На чемпионате собрались участники сразу из 42 стран. Мой результат был самым высоким. На вопрос, почему вы не дали золото девушке из России, они сказали, она набрала только на серебро. Количество баллов соответствовало только серебру. Очень расстроилась. Я помню, как я на награждении нервничала и переживала, что мне не дали. Я прям сидела с этой медалью. Вроде как бы радоваться надо серебро чемпионата мира. Я сижу и реву. Кристина танцевала соло, хотя заявку подавала на участие пары. К сожалению, партнер по танцам не сумел оселить визовый барьер. Но желание было так велико, что девушка преодолела все трудности в одиночку. Она понимала, победа в этом конкурсе – ее счастливый билет. Ведь здесь на чемпионате собрались продюсеры и менеджеры мировых звезд. Первый день я нервничала, я вышла со сцены, и у меня до ужаса тряслись колени. Я понимаю, что здесь сидят голливудские продюсеры, агенты, режиссеры, лучшие люди Голливуда. Там присутствовали такие личности, как менеджеры Скарлетт Йоханссон, Мэтта Дэймонда, папа Джессики Симпсон сидел, судил мой танец и танцевать перед ними. Приехала из Кургана в Голливуд. Осознание победы пришло чуть позже. Годы упорных, изнуряющих тренировок не прошли даром. Даже родители не подозревали, что все закончится Голливудом. А они-то надеялись, что после института дочь выйдет замуж и появятся внуки. Не ожидали даже, что она так безумно в эти танцы увлечется. И институт, мы думали, что она закончит, и на этом все закончится с танцами. Потому что тяжелый, на самом деле, танцоры все профессиональные, они все оперированные. Ноги, спины, сколезы. Вот эти вот болезни очень сложные после всех танцев, если заниматься серьезно. К этому можно добавить, что спортивно-бальные танцы – это удовольствие дорогое. Требуется огромное количество платьев. Каждое должно быть неповторимым. Поэтому созданием своих нарядов Кристина занимается сама. Выбирает фасон, расшивает стразами, которые, кстати, делают костюм невероятно тяжелым. Это стандартное платье для европейской программы, для стандартов. Очень большая юбка для различных поворотов, пивотов, для шейпа. Очень удобно. Кристина прекрасно понимает скоротечность танцевальной карьеры. Ей 23, а у бальников пенсия наступает так же быстро, как и у моделей. Но у чемпионки уже есть план на будущее. Все тайны, конечно, не раскрывает, но признается, что продолжит заниматься любимым делом. Кристина Пестерева, Александр Киселев, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курганру». У курганских спасателей появилось собственное знамя. На торжественной церемонии вручения главной реликвии управления МЧС побывала и наша съемочная группа. По словам сотрудников МЧС, вручение знамени – это результат добросовестной, честной и далеко не простой работы на всей территории Курганской области. Мы очень горды тем, что у нас на сегодняшний день есть знамя. Поэтому мы будем с честью нести это знамя и выполнять все поставленные задачи перед министерством. И выполнять все задачи на территории Курганской области, родного Зауралия, во имя и во благо Курганской области. Также в этот день учащихся школ города и области наградили почетными грамотами за участие в чемпионате страны по пожарно-прикладному спорту в городе Оренбурге. В этом чемпионате у нас от Уральского региона принимало участие 9 команд. В том числе первый раз пробилась юношеская команда Курганской области. Достойное место заняли. Молодцы. Вскоре управление МЧС получит на вооружение 5 единиц пожарной техники, общей стоимостью более 33 миллионов рублей. По словам главы Зауралия Алексея Кокорина, они будут более современными, оснащены новым оборудованием и безопасны в применении. Недавно мы были на Варгашинском заводе противопожарного оборудования. Были выставлены как раз новые образцы той продукции, которая на этом заводе будет в ближайшее время выпускаться. И один из первых заказов. Отныне это знамя будет считаться главной реликвией и хранится в управлении МЧС. Оно станет олицетворением чести, дублести и боевых традиций. Дарья Федерягина, Александр Мироненко, Александр Киселев. Информационное агентство Курганру. Каждый год в августе православные верующие празднуют три больших праздника. 14 августа Медовый Спас, 19 августа Яблочный, а 29-го Ореховый. О первом празднике в следующем сюжете. 14 августа православные христиане отметили Медовый Спас. В этот день в храмах освещают не только воду, но и мед. Принято считать, что к этому времени пчелы заканчивают сбор нектара и приходит пора откачивать мед из ульев. Сегодня утром была отслужена божественная литургия во всех храмах Курганской епархии. И после божественной литургии состоялось освещение воды, мало освещения воды и освещение меда нового урожая. По словам отца Константина, освещение меда – древняя традиция в православной церкви. И мед – символ радостного и сладкого события, которое наступит после земной жизни. Человек тоже должен в своей жизни, подобно пчеле, трудиться, собирать только все самое хорошее, все самое доброе, от всего плохого отворачиваться, улетать и уходить. Чтившие традицию пчеловоды не ели меда до спаса. Но после того, как медовые соты освещались во время церковной службы, пасечники угощали всех желающих, особенно щедро вдов и сирот. Хозяйки готовили на праздничный стол пироги, вареники, пряники, а также любимые детьми печеные коржи, которые мелко ломали и заливали медом. Целебные свойства меда, они многообразны. Очень хорошо воздействуют на пищеварительную систему. Желудочно-кишечный тракт стимулирует жизненную энергию. Она является основой нашего хорошего настроения и всех свершений творческих, которые мы видим вокруг. Существует и русская пословица для этого праздника. Только ленивый в этот день не попробует мед. Дарья Федерягина, Роман Степанюк, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру. В ближайшую неделю приобрести свежевыкачанный мед можно в культурно-выставочном центре Кургана, куда приехали представители пасеки Ивановых. Производство меда – одно из сокровеннейших тайнств природы. Готовый продукт появляется путем прохождения нескольких стадий, каждая из которых интересна и даже курьезна по-своему. Например, для того, чтобы собрать 100 граммов меда, члене необходимо облететь ни много ни мало 46 тысяч километров. Для сравнения, это длина экватора. Мед намного полезнее остальных подсластителей. В его состав входит около трех сотен питательных веществ, среди которых витамины, минералы, разнообразные кислоты. Пасека Ивановых регулярно привозит в Курган десятки разных сортов меда. Секрет разнообразия заключается в том, что пчелы отвозятся в разные районы Башкирии и Оренбуржья. Качество собираемого меда – особая забота. Прежде чем отправиться на стол, каждый сорт проходит строгую, минимум двойную проверку государственными лабораториями. Уже четыре года курганцы доверяют этому производителю сладостей. Уже третий год беру и нормальный, мне нравится. И спасибо им, без всяких яких. Вот как-то брала я на рынке, так там вообще ужас, а не мед. А здесь вот натуральный, мне нравится. Дай Бог им здоровья. Достаточно известная фирма «Тарас». И два – у них мед качественный всегда. Потом большой выбор. И я беру, например, для своей семьи, потому что благодаря ему у меня не болеют дети. Приходите в Курганский выставочный центр, расположенный по улице Гоголя, 30, с 10 утра до 7 вечера, до 22 августа включительно. Вас ждет бесплатная дегустация, грамотная консультация и подарок. В этом году погода в Башкире дождливая, и урожая ожидается меньше, чем в прошлом году. Но мы специально для наших покупателей в городе Курган сохраняем весенние цены. Приходите, вас ждет бесплатная дегустация и акция от семьи Ивановых. Купи килограмм меда и получи килограмм луговой разнотрави в подарок. Спешите за свежими сортами меда. Грамотные навыки вождения и внимательность – это залог безопасности на дороге. Где в Кургане можно пройти профессиональное обучение, расскажем далее. Автошкола «Дельтрон» – это профессиональное обучение на водителей категории «Б». Удобные условия, а также подход к управлению автомобилем и изучению правил дорожного движения соответствуют современным требованиям. «Дельтрон» – это четко продуманная практическая и теоретическая программа подготовки высокого уровня, которая гарантирует успешную сдачу экзаменов. Обучение проводят опытные и высококвалифицированные специалисты. В нашем автошколе проходит обучение как на механических коробках передач автомобилей, так и на коробке автомат. Обучение проходит также и на праворульном автомобиле. То есть можете получить навыки вождения и на механике, и на автомате. Специалисты автошколы осуществляют индивидуальный подход как к начинающим водителям, так и к тем, кто уже имеет некоторую подготовку. Процесс обучения вождению осуществляется на закрытых учебных площадках и по городским маршрутам. У автошколы «Дельтрон» собственный автодром на бульваре «Мира», где проходит как внутренний экзамен, так и сдача сотрудникам ГИБДД. Мы очень рады всегда новым учащимся. Мы очень тесный, дружный коллектив. Мы болеем за каждого из своих учеников. На протяжении 11 лет принимаем внутренние экзамены на автодроме, в классе. То есть болеем за каждого из своих ребят. Сейчас в автошколе «Дельтрон» объявлен новый набор. Обучение стартует 22 августа. Теоретические занятия проходят по адресу Куйбышева, 35. Выпускники «Дельтрона» – это готовые водители, способные довести свои навыки управления автомобилем до автоматизма. Правильное мышление и уверенность на дороге – это результат обучения в автошколе «Дельтрон». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго! Игровая комната «Буратино» с 15 августа снова с вами. Теперь в «Заозерном». Праздники для любого возраста, вкуса и бюджета. Студия «Красоты Меланж» приглашает на обучение востребованным профессиям. Парикмахер, визажист, косметолог, массажист, мастер ногтевого сервиса. Подробности по телефону 605-155. Урал Автохолдинг отмечает 10 лет и объявляет юбилейный август. До конца месяца всем посетителям подарки. Приезжай на Конституции 35. Хорошо проводишь лето. До 15 сентября поделись своими впечатлениями в разделе «Школа» на сайте Курган.ру и получи приз. Конкурс «Как я провел лето» в самом разгаре. Хорошо провел лето? Получай призы за это. Партнер проекта «Школа иностранных языков ОК». Телефон 556024. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Шоу «Голос» прошел набор на новый сезон. Кто на новенького? Что будет с продуктами и ценами после запрета на ввоз импорта? Вся правда о сахарозаменителях. Новый номер Телесемь в продаже со среды 13 августа. Покупайте Телесемь в магазинах «Метрополис», «Магнит» и в сети «Ното». Продается участки дачи в живописном месте на берегу озера села Китова. Телефон 8908-836-4204. Общественное движение «Весна» и футбольный клуб «Зенит» представляют. 11-й чемпионат Курганской области по дворовому футболу. Групповой этап завершен. В борьбе остаются сильнейшие. Кто станет новым чемпионом? Покажут игры «Плей-офф». Генеральный партнер турнира, оператор сотовой связи «Мотив». Фестиваль природы «Первозданная Россия». Фотографии, фильмы, народное творчество, детские мероприятия. Областной культурно-выставочный центр с 22 августа по 15 октября. Улица Гоголя, 30. Серебряный дождь. Радио для тех, кто умеет думать. Найсер Дайсер Плюс. Лето в квадрате за «Уральский курьер». 40 тысяч объявлений за 100 рублей. Подавай на точках приема рекламы. 16 августа. Открытие молодежного обувного бренда «Кедо». Улица Ленина, 38. Прокачай свой обувной гардероб. А можно увидеть радугу зимой? Ее можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 55 00 29. Я тоже хочу жить в радуге. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. 16 августа. Открытие молодежного обувного бренда «Кедо». «Кедо» – это моды городских улиц, вырвавшаяся из однообразия обуви в стиле кэжу. Ставшая яркой, динамичной, дерзкой. Ждем вас в магазине «Кедо». Улица Ленина, 38. Прокачай свой обувной гардероб. Компания «Курган Сельстрой» сдала очередной дом в жилом комплексе «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Успевайте приобрести готовые квартиры. Возможно оформление по ипотеке или в рассрочку. Телефон отдела продаж 55 00 29. Свою мечту – осуществи квартиру в «Радуге купи». А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Заурале обусловится областью повышенного атмосферного давления. С преобладанием солнечной, сухой и очень теплой погоды. При температурном режиме на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Тюмени плюс 25-27. Вечером возможна гроза. В Екатеринбурге плюс 28-30. В Челябинске плюс 27-29. Без существенных осадков. В Кургане малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, западный, слабый. Температура воздуха плюс 11-13. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-29. Атмосферное давление стабильное. 16 августа солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Уралавтохолдинг отмечает 10 лет и объявляет в юбилейне август. До конца месяца всем посетителям подарки. Приезжай на Конституции 35. Открытки, пригласительные магниты и многое другое для самого важного события. Пусть ваша свадьба будет неповторимой. Типография Курьер. Отопительный сезон окончен. Самое время для сервисного обслуживания вашего газового котла. Горгазсервис. 22-74-04. Продолжение следует...